Прошедший год для Ленинского района оказался весьма значимым и продуктивным. В 22-м году район отметил свой золотой юбилей – 50 лет. За 10 месяцев 2022 года производственный объем товаров, работы и услуг крупными и средними предприятиями района составил свыше 43 миллиардов рублей, больше на 34%. Индекс промышленного производства пока составил 105,2%. План социально-экономического развития удалось выполнить на 81%. Да и благоустройство территорий движется хорошими темпами. Так начали восстановление парка «Юбилейный», благоустроили аллею на Георгии Исакова и всем известное место под часами. Поделились и планами на 23-й год. Например, в селе Ганьба приступят к строительству амбулатории. Вы знаете, у нас, как у общественников, трудностей практически нет, потому что мы шагаем в одну ногу с нашей администрацией, не только города, но, естественно, с администрацией района. Поэтому мы очень рады были услышать, что назначен Авраменко Евгений Александрович, потому что он с нами всегда рядом. Даже еще когда он не был назначен главой, он все проходил своими ножками. Когда бы к нему не обратился, он даст ответы на все вопросы, которые нас интересуют и всегда нам во всем помогал. Нас слышит. Удовлетворительно оценил работу администрации депутатский состав. Кстати, теперь в созыве Барнаульской гордумы Ленинский район представляют шесть депутатов от «Единой России». В Ленинском районе, конечно, хотелось бы отмечить работу в рамках партийных и национальных проектов. Нельзя не пройти стороной благоустройства на территории парка «Юбилейного». Также в рамках программы формирования комфортной городской среды благоустройства дворовых территорий, капитальный ремонт дорог, которые требовали его уже достаточно продолжительный промежуток времени. Добавим, что администрации и других районов краевой столицы подвели итоги работы за 22-й год и также представили свои отчеты. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Юлия Щепина, День с толком. Юлия Щепина, День с толком. Продолжение следует...